Конкурс в Мордовии проходит уже в восьмой раз. На конференции собралось около ста юных ученых из 21 района Республики и Саранска. Это ученики школ и СПО в возрасте от 14 до 19 лет. Каждый приложил максимум усилий, чтобы достойно выступить на конкурсе, защитить свое изобретение и получить главный приз. В рамках мероприятия состоится защита проекта по пяти номинациям. Будут отобраны финалисты, которые получат денежные премии согласно указу главы Республики Мордовия. Организаторами конкурса является Министерство образования Республики Мордовия, также Государственная бюджетная организация дополнительного образования Республики Мордовия, Республиканские центры дополнительного образования детей. С мая месяца ребята готовились к конференции, создавали и дорабатывали свои проекты, оформляли презентации. Старались, чтобы их изобретения прежде всего несли практическую пользу. Например, ученик лицея для одаренных детей Егор Петряев в номинации «Экологическое проектирование» представил устройство для создания в искусственных условиях биогумуса. С помощью этого можно выращивать овощи и фрукты даже дома. Еще одна перспективная современная компетенция – робототехника. Тут участники продемонстрировали мастерство не только в проектировании самой конструкции робота, но и в программировании. Так Никита Уткин из Ордатовского района создал робот-танк. Он отличается своей высокой проходимостью, которая обеспечивает его мощную косничную базу. Мне здесь очень нравится. Я бы хотел приехать сюда еще. Я буду участвовать в других номинациях. Такая возможность представится уже в следующем году. На 3D-моделирование конкурсанты презентовали целые проекты, которые уже можно назвать полноценные бизнес-идеи. На машиностроении ребята показали созданные из подручных средств работающие механизмы. А в номинации «Энергетика» и «Электромеханика» разработали системы, которые можно внедрять в повседневную жизнь. Например, кодовый замок Ивана Морозова. Он имеет множество достоинств и плюсов, таких как надежность, безопасность, быстрая смена кода. Также он довольно прост в создании, и поэтому его сможет повторить каждый. При предоставлении доступа большому количеству людей не нужно изготавливать ключи, как это надо в ключевых замках, а нужно просто запомнить код. Конкурс нацелен на популяризацию науки в молодежной среде. Тем более, что президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 года за десятилетием науки и техники. Ирина Радайкина, Сергей Кувакин. Народные новости.